Всем привет! Сегодня я расскажу вам о бионическом листе, новой версии возникновения синдрома Гиена-Борре и месте зарождения чумы. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые Гарвардского университета во главе с Даниэлем Нацерой и профессором биохимии Памелой Сильвер разработали эффективный вариант бионического листа, который может преобразовывать солнечный свет и воду в электричество и жидкое топливо. В ходе экспериментов бионический лист 2.0 опускали воду и одновременно освещали его солнечным светом. При этом лист расщеплял молекулы воды на водород и кислород. Ученые уже продемонстрировали применение изобретения в производстве изобутанола, изопентанола и различных биопластиков. В дальнейшем технологии адаптируются для развивающихся стран, где бионические листья можно будет использовать в качестве источника возобновляемой энергии. А в России ученые Института биоорганической химии РАН и научного центра неврологии выдвинули новую гипотезу о причинах развития синдрома гигиена Борре. Прежде считалось, что к его возникновению приводят аутоиммунные состояния. Сейчас исследователи пришли к другим выводам. Ученые, исследовав пациентов, страдающих заболеванием, установили, что они более предрасположены к целому ряду нейротропных вирусов. В то же время анализ показал, что у больных выше активация системы врожденного, нежели адаптивного иммунитета. Это значит, что аутоиммунные процессы не играют роли в развитии гиена Борре, как это предполагалось ранее. И напоследок в Татарстане. Культуру бактерий чумы с территории России можно считать прародительницей современных возбудителей заболеваний. К такому выводу пришли ученые Казанского федерального университета и Института науки об истории человечества Макса Планка в Германии. Подобное утверждение специалисты сделали после анализа бактерий чумы, выделенные из захоронений 14-16 веков в Барселоне, Болгарии и немецком городе Эльвагине. После анализа трех реконструированных исторических геномов-избудителей чумы ученые получили данные о тесной взаимосвязи между ними. В будущем ученые попытаются ответить на вопрос, как чума проникла в Европу и изучат влияние чумных эпидемий на человеческие популяции на генетическом уровне. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok